Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Актылибова. И вот главные темы дня. Ёлки не рубить, хороводы не водить. Какие еще ограничения нас ждут на Новый год? Смотрите через минуту. Коронавирус никуда не отступал. Роспотребнадзор тревожной статистикой не радует. Все дороги ведут в Кунхе. В самом высокогорном селе Дахадаевского района настоящий праздник. По какому поводу, расскажем в выпуске. В Дагестане запретили вырубку елок. Патрулирование лесов ведется на территории Гунипского, Чародинского, Гергебельского, Унсукульского районов. Работа по пресечению вырубки елок для продажи комитетом по лесному хозяйству ведется во взаимодействии с полицией. Тем временем с елками или без муниципалитетам рекомендовано отказаться от массовых новогодних мероприятий в школах из-за участившихся случаев заболевания ОРВИ. Ковид не дремлет. Уже у более 64 тысяч человек в Дагестане тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщает Управление регионального Роспотребнадзора. Всего в республике проведено почти 3,5 миллиона исследований. Представители надзорного санитарного ведомства напоминают всем гражданам, а особенно лицам из группы риска, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, о необходимости максимально сократить посещение общественных мест. При ухудшении самочувствия оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Деньги или жизнь. Под угрозой применения травматического пистолета двое молодых мужчин вымогали у 22-летнего махачкалинца 2000 рублей. Столичные полицейские задержали подозреваемых и доставили их в отдел. В ходе допроса они сознались в содеянном. Оружие изъято. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. И к другим темам. Небольшое село Кунки – самое высокогорное в Дахадаевском районе. Здесь по программе местной инициативы благоустроили общественную территорию, а при поддержке администрации района провели капремонт дороги. При этом местные жители и выходцы села тоже не остались в стороне. Подробности в сюжете Натальи Ханбабаевой. В селе Кунки проживает около 500 человек. Суровые горцы, не привыкшие к комфортным условиям жизни, с радостью воспринимают любое маломальски значимое событие, облегчающее их жизнь и быт. Возможности местного бюджета небольшие, поэтому районные власти взяли на вооружение новый метод – привлечение к значимым проектам инициативных сельчан и выходцев из района. Откликнулись многие. В итоге в высокогорном ауле власть совместно с народом реализовала сразу несколько проектов – от строительства Гадыкана до ремонта дорог. Более половины выходцев из Натальи работают на рынках. То есть в субботу и воскресенье, когда идет торговля, они в это время тоже оставляли свою работу, свой доход и приезжали, расходовали энергию, время, свои деньги и организовали такой большой ремонт своего села. Когда мы выделяем для сельских дорог 500, 600, 700 тысяч, они почти ничего не решают. А вот выделены деньги для этого села, они их удвоили, утроили. То есть своим участием, участием своих сельчан. Гадыкан в жизни сельчан всегда был знаковым местом, ведь именно здесь решаются многие вопросы жизни аула. В селе Кунки место общего схода было в полуразрушенном состоянии. Благодаря участию в республиканской программе местной инициативы его отремонтировали. Вот здесь решение постоит для общественных целей, вот это все, для общественных целей. В случае чего, не дай бы, конечно, для лучшего, что в данный момент, где мы стоим. Здесь огромный труд вложили наши сельчане. Оттуда приезжали народ, который вне всего проживает. Они организовывали субботники, недели два раза. На своих машинах приезжали, два-три дня оставались, они помогали. Одно дело построить новую дорогу, другое – поддерживать ее в хорошем состоянии. По программе Дорожного фонда при поддержке администрации района в селе Кунки провели работы по строительству подпорной стены опасного участка и капремонт дороги общего пользования. Именно этот путь ввел верхнюю часть села и в течение долгих лет находился в плачевном состоянии. Как говорят местные старожилы, из-за селевых потоков этот участок пути размывало. Теперь все это позади. У нас дорога к кладбищу, которая у нас постоянно была плохо, невозможно было идти, пройти, сделали, открыли. Это очень важно для села Кунки, потому что если человек живет в селении, без этого никак не получается. То к кладбищу, то завод будет, то выйти посидеть нам не было. Был сильный дождь, мы не могли пройти на кладбище, потому что была большая река, невозможно было опыта, невозможно было пройти. Те, которые должны были раздавать садака, которые для умерших, мы просто пошли в дом культуры, сельский дом культуры и там раздали. Вот это было очень даже плохо, потому что не было у нас никакой возможности пройти и уйти. Все время надеяться и уповать на чиновников – это самое простое, говорят кункинцы. С властью надо работать и ей надо помогать. Тогда и власть не останется в стороне отчаяния и нужд населения. Пример кункинцев в этом смысле во многом показателен. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Дахадаевский район. Как в условиях многоязычия правильно сформировать читательскую грамотность и развить устную речь школьников? Форум «Русский язык в поликультурном образовательном пространстве» стартовал в Махачкале. 110 педагогов и методистов со всех муниципалитетов республики, 20 преподавателей из соседних регионов встретились для обмена опытом. В течение трех дней спикеры выступят со своими докладами. На мой взгляд, самое главное – это читать. Мы должны научиться читать. И для качественного преподавания русского языка необходимо построить свою работу с текстом. Если учитель русского языка научит своих детей анализировать текст, работать с текстом, значит и результат у него тоже будет очень высокий. И чтение сегодня – это основа. Чтобы освоить грамотно русский язык, язык нашего межнационального общения, основной навык – это чтение. Чтение не в том смысле, чтобы просто прочитать, а прочтение осмысленное, которое практиковалось в советской школе. Инструментом является именно книга, а начинаем мы с малого, с маленького произведения. Бывает, когда дети говорят, ой, это много я не хочу читать. Поэтому начинаем с маленького. И какие тексты подбираем? Подбираем, начинаем с притч. Суть не в том, чтобы ребенок прочитал и пересказал. Суть в том, чтобы он прочитал, пересказал, применил и при этом понимал дальше, как этот текст будет влиять ему в жизнь. Прямая трансляция форума включила в процесс преподавателей по всей стране. Еще одна тема обсуждений – как проводить интерактивные уроки в условиях цифровизации. По мнению спикеров, использование электронных гаджетов может не только отвлекать, но и помогать развивать интерес к предмету. Интерес ребенка к языку может вызвать обращение к этимологии, то есть к происхождению слов. Очень важно, когда ребенок работает со словарем, когда он работает с книгой. На сегодняшний день, в эпоху цифровизации образования, ребенок может пользоваться электронным словарем. То есть на уроке он уже должен понимать, что эти самые гаджеты и технологии, они могут помочь ему и обучаться. По итогам форума, который продлится до 19 декабря, все участники будут применять полученные знания и опыт уже на практике. Гран-при конкурса «Туристический сувенир-2021» достался мастеру из Унсукуля. В Саранске определили победителей всероссийского конкурса. Отметим, что в финале было представлено свыше 400 изделий из 45 регионов страны от более 260 участников. Карандашница мастера Магомедали Магомедалиева из дагестанского села Унсукуль была признана лучшей. Отметим, что на окружной этап конкурса в этом году было заявлено 324 изделия из 32 регионов страны. Из Дагестана на призовые места в четырех номинациях претендовали сразу 14 работ, 13 из которых стали лауреатами окружного этапа конкурса. И о спорте. Мастер-классы, подарки и денежные премии. В Дагестанском Исламском университете чествовали лучших спортсменов. В 2021 году студенты вуза выигрывали чемпионаты города, республики и страны по разным видам единоборств. Тему продолжит Курбан Рагимов. Вот так Амар Ханапиев превращает металлический угольник в цифру один. Силовые трюки богатыря из Кизелюрта вызывают самые бурные аплодисменты. В ДИУ знаменитый рекордсмен скручивал гвозди и арматуры, держал в зубах тяжеленные гири. Ежегодное чествование лучших спортсменов вуза собрало много почетных гостей. Помимо силача, мероприятие поддержала целая делегация дагестанских олимпийцев, чемпионов мира и Европы. Гости не скрывали своего восхищения студентами, которые, наряду с изучением религиозных наук, преуспевают и в спорте. Увидев, как ребята здесь учатся, как ребята здесь тренируются, мне интересно было, как это все пройдет здесь. Будут ли такие чемпионы, которые достойны сегодня назвать лучшими спортсменами года именно этого университета. Здесь оказалось чемпионом России, чемпионом мира даже, здесь ребята были в прошлых годах. Основная цель у нас, чтобы их мотивировать, чтобы они занимались спортом и учились, это основная цель. Будущее ислама в Дагестане зависит именно от вас. Выражая вот эту заботу, переживание, отсутствие равнодушия, они пришли сюда, знак поддержки. И от их имени, хоть я говорю, они просят вас, чтобы вы хорошо учились и стали настоящими алимами, кто спасет нашу уму, нашу республику завтра. Кульминацией вечера стал большой мастер-класс, где чемпионы вышли на татами и поделились секретами своего мастерства. Самые эффективные приемы показали борцы и грэплеры. Амплитудные броски исполняли и дзюдоисты. В уходящем году студенты ДИУ проявили себя в самых разных видах – дзюдо, грэплинг, настольный теннис и другие. Десять лучших спортсменов получили денежные премии, сертификаты и подарки от спонсоров. Это дополнительный стимул, чтобы наши студенты лучше учились, показывали себя в спорте и более активный образ, чтобы вели они. Учеба и дисциплина приоритетны. Если по учебе и дисциплине у них есть какие-то замечания, мы им запрещаем заниматься спортом. Приезд звезд мирового спорта запомнится студентам надолго. Полученные навыки они смогут применить уже в новом соревновательном сезоне. Рубан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.